Здравствуйте! Вас приветствует мастерская Jet. Сегодня мы познакомимся с рейсмусовым станком GVP16OS. Отличное сочетание цены и высоких характеристик делает станок GVP16OS привлекательным среди любителей и профессионалов. Максимальная ширина строгания 405 мм, при максимальной толщине заготовки 150 мм. Механизм регулировки высоты с четырьмя колоннами дает станку максимальную жесткость и стабильность. Станок легко снимает до 2 мм при максимальной ширине строгания. Максимальная глубина строгания 5 мм. Строгальный вал с тремя ножами вращается с частотой 4,5 тысячи оборотов в минуту. На приеме и подаче работают металлические валы, причем на подаче работает рифленый вал ребуха. Станок имеет две скорости подачи 5,6 метров в секунду. Двигатель мощностью 2,8 кВт достаточен для длительной высокопроизводительной работы. Глубина резания регулируется маховиком, причем один оборот 1,5 мм. Для поддержания заготовки на приеме и подаче стоят роликовые столы. Модификация HH имеет строгальный вал Helical и двигатель мощностью 4,9 кВт. В остальном станок абсолютно аналогичен GVP16OS. На валу Helical стоит 90 твердосплавных квадратных пластин, не перетачиваемых, с четырьмя режущими кромками. На валу пластины располагаются спирально с небольшим смещением и съем материала осуществляется под некоторым углом и как бы со смещением по заготовке. Это значительно повышает частоту обработки и качество реза. Особенно это заметно в районе сучков и при строгании против волокон. Значительно снижается и уровень шума, что немаловажно в мастерской. После установки станка на рабочем месте рекомендуется проверить точность установки режущего вала параллельность столу и валов приема и передачи. Для этого существуют, можно сделать вот такие простые приспособы самому из калиброванного бруска древесины. Для выставления нужно вот такие приспособы и пара щупов. Сейчас мы покажем вам, как это делать. Сначала мы проверяем параллельность строгального ножа столу. Регулировка заключается в том, что мы ставим приспособу нашу и щуп 0,5 миллиметров, чтобы он легонько-легонько закусывался пластинкой. Ну вот мы предварительно выставили эту регулировку. Вот сейчас у нас отрегулировано. То есть мы сейчас с уверенностью можем сказать, что строгальный вал Helical стоит абсолютно параллельно рабочему столу рейсмуса. Теперь убираем щупы и приспособы передвигаем под приемный вал. Вот с правой стороны у нас небольшой зазорчик. Нам вал с этой стороны нужно упустить. Для того, чтобы нам ее упустить, берем ключик в десяточку и шестигранью в пятерку. Причем получается, если мы щупы 0,5 миллиметров вынули, то у нас приемный вал будет на 0,5 миллиметра ниже, нежели режущий вал. И теперь переходим к регулировке подающего вала рябухи. Подающий вал регулируется из расчета приспособа плюс щуп миллиметр толщиной. Вот у нас получается опять левая по ходу сторона, чуть выше, правая чуть ниже. Операция регулировки тоже самое. Итог нашей регулировки такой. При условии, что режущий вал у нас стоит в нулях, то подающий у нас стоит на 0,5 миллиметра выше, а приемный на 0,5 миллиметра ниже режущего вала. Такая регулировка рейсмусов меня еще никогда не подводила. Теперь посмотрим на ролики стола. При строгании смолистых пород древесины, их лучше приподнять на 0,1-0,2 миллиметра. При строгании же твердых пород древесины, их лучше убрать. Но непременные условия, параллельность выдвинутых роликов поверхности стола. Теперь давайте запустим станок и посмотрим его в работе. скорости протяжки переключаются только при работающем двигателе, но без нагрузки, то есть без заготовки. Пластины на валу Helical неперетачиваемые, но их ресурс огромен, да еще четыре стороны. Так что запасной комплект ножей становится совсем не актуальным, не торопитесь ее приобретать. При забое ножей прямые снимают и отдают в переточку, а с валом Helical достаточно повернуть несколько ножей, оказавшихся на пути непредалимого препятствия, и продолжить работу. Мы обработали валом Helical две заготовки, сосновую и дубовую. Давайте посмотрим качество. Мы видим результат обработки, и даже в вечно проблемных местах вокруг сучка ни одной задиринки, все шелково. На дубовой заготовке, в районе вот здесь абсолютно свелеватое такое место, ни задоринки. Все идеально ровно. Станок GVP-16OS HH доставит вам истинное удовольствие о работе. Удачной вам работы, хороших заказчиков, и до новых встреч!